Всем привет! Мы в игре Plane Escape Torment. Стоим посреди города Кёрста и Роберто кричит где этот сукин сын? Давайте зайдем в кузню и у нас есть дело мы идем спасать дочь трактирщика. А где здесь кто? Крампл Панч. Этот дородный мужчина кислого вида смотрит на тебя сердито, так как ты явно прервал его работу. Он кажется слегка медлительным, но искренним. Не таким ядовитым, как большинство в этом городе. А? Че хочешь? А ты кто? Крампл Панч. Малако. Городской кузнец. Тебе че-то надо? Товар покажи. Нож, боевой топор, качественный молот. А че мы его поднять не можем или что? Доступен воинам. А, ну да, поднять мы его не можем, потому что у нас денег мало. Хотя он как раз 79. Но он слабенький. Кастеты кинжалы. Зачарованный молот. Истребитель дураков. Уже поинтереснее. Урон 4.14. Плюс 2 зачарования. Плюс 2 ведьмок меткости. Фактор скорости и вес. Но тяжелый. У этого боевого молота огромный каменный баек прямоугольной формы, со всех сторон покрытый поблекшими потеками крови. Толстая деревянная рукоятка выглядит недостаточно крепкой, чтобы выдержать вес бойка. Этот молот зачарован однажды использовался отарами в ходе религиозных гонений, случившихся в истории их фракции. Истребитель дураков был создан специально для нанесения дополнительного урона совершенно тупым врагам. Чары при создании были наложены таким образом, что если интеллект атакующего меньше интеллекта жертвы, то владелец молота также получает урон. На многие годы молот стал частью обряда испытания между соперничающими членами отаров как простейший, на смертельный тест на интеллект. Он был похищен из их штаб-квартиры в разрушенном храме много лет назад и вновь был замечен на планах лишь один или два раза. Оригинальное оружие. Стрелы. Итить. Болты свистящего рока. 4-16 урон. Каким-то образом эти болты связаны с силой пандемониума и заключают в своих наконечниках неистовую силу элементалей воздуха. При поражении цели наконечник раскрывается и высвобождается воздушный элементаль, который нападает на того, в кого стреляли, и, прежде чем исчезнуть, наносит немало урона. У нас никто ими пользоваться не может. А, хотя нет, скорее всего, потому что у нас денег нет. Извините, что побеспокоили. У нас сейчас биржевые тренды волатильны, поэтому у нас денег в кармане не копейки. Так нам сказали идти на восток, но вот непонятно, на восток это далеко на восток или вот это уже на восток. Вон их, бандитов, сколько. Бандит, бандит, бандит. Это бандит. Так, нам туда, наверное, нельзя ходить. А это к чему? Зернохранилище, терное. Нам сказали на восток, то есть это вот сюда куда-то попробуем пройти дальше. Стоять. Кто там махнул? Житель и два стражника. Понятно. Че него тыкают? Ну-ка. Ты где-то спрятал, Янсен? Стража прерывается, чтоб сказать, ты ничего не видел, если тебе еще жить охота. И поворачивается опять к своей жертве. Серьезно? Ну прощай. А житель Керста мы не можем с ним поговорить. Можем? Этот мужчина весь в синяках и крови. Его лицо раздулось от зверских побоев, причиненных стражей. Он не говорит, но выплевывает зубы при горшне крови. Извините, что я прервал. Свидание. Башня Стража. Как ни странно, Стража там нет. И прохода нет. О, прости себе жизнь. Так, стоп. А тут что? Сейчас, по-моему, нас бить начнут, когда мы найдем там что-то. Шепчущий пузырек. И любовное кольцо. До свидания. Просто скажи нам. Я не могу. Пузырек, по-моему, уже второй у нас такой. Д. Сила плюс два. Если вынырнуть пробку и насыпать порошок на кожу раненого, он начнет рассекаться по телу, заполняя дыры в физической оболочке, не важно какого они размера. Чтобы заставить порошок работать, нужно сконцентрироваться на его исцеляющей силе. Кроме того, он используется в некоторых ритуалах перехода. Утверждает, что пряность также заполняет и духовные дыры, позволяя избавиться от сомнений и лучше сосредоточиться на своей цели. Вызывает помощь. Доступный гицерай. Ага. То есть мы его даже использовать не сможем. Ну забирай тогда второй. Это что? Любовное кольцо. Такие кольца обычно используются для демонстрации неумирающей любви к кому-то. Довольно часто такими кольцами обмениваются любовники для напоминания друг от други перед разлукой и в качестве обещания вернуться. Угу. Тоже пускай. Поносит пока. Кишки. Это уже вторая порция. Просто кишки. Кишечная филактерия вызывает исцеление. Плюс 9 пунктов здоровья, класс защиты плюс 2, вес 2. Доступна живым существам. Эти окровавленные, похожие на канат кишки твои. Рива вынула из твоего тела быстро безболезненно, когда обратилась в Марту во время вашего разговора в лабиринте черных шипов. Жидкость на них застыла блестящей смолой. И держать их все равно, что держать сухой резиновый шнур. Но ты вынужден признать, что видеть их вне твоего тела довольно неуютно. Угу. Рейвел, Марта, короче, кто бы ни была, эта безумная ведьма упоминала, что эти кишки являются мощным амулетом. Будучи обмотанным вокруг чьего-нибудь запястья в виде талисмана, они придают носителю часть твоей выносливости бессмертного, повышая болевой порог и класс защиты. Во как. Кроме того, ты можешь воззвать к силам этого талисмана и полностью излечить кого-либо три раза. Но даже когда эта возможность будет использована, кишки остаются. Однако нужно признать, что несмотря на все преимущества этой филактерии, в качестве браслета она смотрится омерзительно. Это сегодня минус харизма будет. Да хляк вот этот у нас пускай носит. Она ему учить здоровье улучшит и класс защиты, а то он постоянно что-то у нас отваливается. А вот эти кишки... Они никакой силы не имеют. Это просто так, как говорится, поносить. Это переход? Нет. А то сейчас опять куда-нибудь войду. А это зерно хранит. Так, что он сказал? Он сказал, шеф, я больше тебя никогда не подведу, клянусь. А, здесь нет текста, не пишутся. Ну разошлись, заберемся на зерно хранилище. О, нифига тут. Однаку. Пентаграмма, ты видишь? Пустую пентаграмму. Воздух в ней сухой и холодный. Ищение великого зла царит вокруг. Понял, это скорее всего выход будет к этому. Сюда к Деву пойдем. Исцеление плюс один. А, и она не увеличила, он еще с того раза не очухался. Бандит, 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 бандит. Нет, нет, нет. Надо просто посмотреть. Посмотреть. Тут вопросик был. Прикольно, когда так, и вопросика нету. Нам нужно в восточную часть. Даже? Найти работорговцу с загородскими казармами, удостовериться, что дочь пятнистого барса в порядке и убить их. Я делаю это для Маркеза. Городские казармы. Кузня. Врата предателей. Ну, значит, пойдем искать в другом месте. В востоку там прохода нет. Смотритель свалки. Я? Почему не? Все правильно. Ого. Слеза гадюки. Или поцелуй гадюки. Это блестящая зеленая капелька, твердая и гладкая на ощупь. Если положить ее на язык, она тает, даруя съевшему возможность плюнуть противника движущимся по спирали зарядом кислотной энергии. Ну, ладно. При случае плюнем в кого-нибудь. Непонятно. Свалка, кузница. То есть это не казармы. Ты видишь одного из лучших воинов в Керсте. Он скучает. Что тебе? Не знаешь, что у нас здесь строгая изоляция от остального мира? О! Госпожа Роберто строит планы по убийству своего мужа Карла Порфидоро. Я думаю, он из советников Бюргера. Вот так вот просто взять ее и сдать? Я хочу увидеть, кто вас тут всем заправляет. Че? Бюргер? Он в административном здании. Вот только удачи попасть к нему. Он никого не принимает в последние дни. Его голова точно забита чем-то другим. Угу. С другой стороны. Сразу же дилемма. С одной стороны, можно ее сдать. Это, по крайней мере, даст нам повод к нему пройти. А с другой стороны, если здесь в работорговле занимаются вот эти люди, то мы, получается, одного из них, потому что начальство должно быть посвящено, спасаем. Угу. Ладно, пока не трогаем, но надо вот сюда куда-то выйти. Уже поинтереснее. Бандиты, бандиты, бандиты. Жители-бандиты. А это что? Почтовый ящик? Или мусорка? У-у-у-у. Богатеем на глазах. У-у-у. Нам надо только... К внутреннему керсту. А нам нужен восточный. Хотя, может быть, мы сейчас в восточном, пока не ясно. Надо все обойти. Маленькая будка облеплена объявлениями на... Выделяется надпись карантин. Ага, можно любому сказать. Что мы... Знаем про приготовление. Пойдем в следующую часть города посмотрим. Это чисто керст. Пошли смотреть. Никому, чтобы не доверял здесь. Понял меня? Жительницы, жительницы. Так, череп, ты быстро бежим. Жимай сюда. Тренер заперт. Тут ничего нет. Бандиты. Бандиты, бандиты. Бандиты, бандиты. Ну, бандиты, бандиты. Чего бы хотеть. Бандиты. Может быть, они не все стражники плохие. Может, кому-то можно. обратиться в товарный склад, винокурня. Опять все не то, что нам надо. Нам нужны казармы. Бандитов тут, конечно, как грязи. Зачемленное здание. Непонятного назначения. Хлопцы, а у вас что тут горело? Казармы. Все, это казармы. Нам нужно за них. Странно говорили, вроде, восточную часть. Хорошо, что другого не было. Выхода. Так, за ними, значит, вот сюда. Удостовериться, что с ней все в порядке. И убить негодяев. Это Кири. Вот тут, наверное, вот прям место. Ох, ничего себе. Нет, что-то не тут. А, низус какой-то. Так, все не так идет, как нам хочется. Тут их прохода, видимо, нет. Что-то я начинаю волноваться. Мусог. Администрация. Понятно. Может быть, мы сами к нему сходим. Но для этого, до этого нам нужно... Сюда нельзя. Так я не понял, что нам в казармы идти получается. Поговорим, что за Кири. Молодая, симпатичная женщина. Ее лицо красное и в синяках. Одежда дорогая, но разорванная. Она испуганно идет по улице, глядя по сторонам. Поздороваться. Она подплюет от твоего приветствия, оборачивается. Ее лицо выглядит озабоченным. Привет, здоровяк. Я Кири. Чем могу помочь? Я вижу, тебе досталось. В чем дело? Она пожимает плечами. Просто есть люди, которым я не нравлюсь. А я стараюсь избегать их по возможности. И чем же ты их? Так как им не нравишься. Я шлюха. Молодая, красивая и неплохо делаю свое дело. Она улыбается. Остальные девочки говорят, что я порчу им бизнес. Поэтому не избили меня и сказали, чтобы я там больше не показывалась. Сказали, что позаботятся о моей красоте, если еще раз меня увидят. Так зачем ты вернулась? Она смеется. За деньгами? Зачем же еще? Я не могу никуда уехать без денег и не могу достать денег другим способом. Я здорово влипла. Она вздыхает. Я готова на что угодно, только бы достать денег. На что угодно. Даже работать пойдешь? Она внимательно рассматривает тебя перед тем, как ответить. Конечно, здоровяк. Что угодно. За соответствующую цену. Тебе что-нибудь нужно? Ага, ты смогла бы убить кого-нибудь? То есть мы можем или сказать мужу, что его жена хочет убить? Или ее подписать на дело, чтобы вместо... Она убила этого мужа. Ее. Роксаны. Пока нет, пока прощай. Что-то в дневник записал. Шлюха Кири сказала, что за деньги сделает все что угодно. Я запомню это, вдруг пригодится. Ты тогда кто? Сипха. На орлином лице этой женщины надменное выражение. В голосе отчетливо слышится презрение к тебе. Я занятая женщина, не задерживай меня надолго. Я тут хочу о Кирске узнать. Она снова оценивающе смотрит на тебя. Я с удовольствием бы осталась и поболтала с таким приятным человеком. Но боюсь, у меня есть обязанность. Ты понимаешь? Ну конечно, понимаешь. Тогда прощай. С таким цветом волосы. Почти догадываюсь. У меня есть, кстати, обоснованные предположения, что это за обязанности. Итак, нам сказали за казарму. И вот тут еще какой-то есть. У них петушинные бои. Или куриные? Ух ты! Кого-то мы обнесли ненароком. Это что за здание? Непонятно. Дом просто? Блин, ну как-то за ними надо пройти. Попробуй внутрь пройти тогда. Может там логово внутри. Вот здесь место есть. Пузырек с духами. И мусор. На мусора достаточно. Я взял на случай, если вдруг там расплатиться с кем-нибудь. Это пузырек с духами. К нему приделан маленький распылитель, создающий при нажатии приятную атмосферу. Кажется, в пузырьке осталось немного жидкости. Чара бесконечных знаний. Особенности знаний легенд становятся равным 100%. Ее можно использовать для опознания предметов. Она может быть использована только в быстром меню. После употребления чары. А, ну это понятно. А почему они такие разные? А нет, это одна и та же. Мне, значит, показалось, что они... ...разного цвета. Кислотный шторм. Этот пузырек с духами. С пределами маленьким распылителем. Разбрызгав жидкость в воздухе, призывается дождь из кислоты, которая брушится на голову противников. Тонкая однако работка. Ну пусть ванной будет. Че уж. Данно. Нет, сюда нельзя пройти. Поговорить. Дева хочу увидеть. Ищешь не на том краю Великого Кольца пень, потому что если здесь что-то есть, хоть один дев есть, ты его не найдешь. Потому что он запер как золото с купца. А, ну ясно, понятно. Ну вот тут ящик, вот тут проход остается. Так он вошел куда-то вокруг. Больше жизни, ребят, оба, нам полагается доля вот это. Раз, два, три, четыре, шесть человек. Ну, понятно. Нас сейчас будут бить и возможно даже ногами. Так, а поговорить можно с ними? Ты видишь офицера Гармониума, облаченного в церемональный доспех. Похоже он руководит рабочей силой работорговцев Гармониума. Выглядит особенно жестким и надменным членом банды. Че тебе? Ты кто? Я вторая ступень скетч из Гармониума. Он накивает и показывает кусок гармошки. Мы люди и я набираем рекрутов. Не хочешь больше узнать о методах Гармониума? Расскажи-ка поподробнее. С удовольствием. Мы возьмем тебя в Аркадию и скажем тебе истину. Он машет своим людям. Взять его. Драться. Всей бандой на него. Один лежит. Нам очень плохо, но нужно бить вот этого. Так, у нас критические повреждения. Причем у всех. Нет, в этот раз, говорит, еще хуже, но... Мы вообще в другой части города. Тем более у нас один труп. А быстрая загрузка есть? Наверное, есть. М-м-м. Дум. Не-м... Не-м. Здесь где? В amusing. Целька есть. Осторожно идёт сид Nice! Ну, по-моему, это максимальное, что у него есть. Так, теперь Анна тут. На первом. Ты кто? Расскажи подробнее. Драться. Теперь все вместе. Так, она все пкает. Опять. Капец, они меня че-то бьют. Без магии, видимо, не обойдется. Ага, это просто увеличивает силу. Сокрытие воли. Тоже не то. Ченезер Тимон позволит выпустить свой гнев в виде потока метких снарядов. Власть гнева. Магический снаряд, безошибочно поражающая цель. На 36 очков урона без возможности спас броска. Че-то какая-то ерунда. Игнус. Может быть, ты нас спасешь? Удар стихий. Инфернальный щит. Ужас Игнуса. Существует мультивселенная во множественных формах. Это заклинание призывает одну из основных базовых форм ужаса. Огонь разрушения. Чтобы уничтожить отвагу и посеять страх в сердцах врагов. Заставляет сбежать всех вокруг в радиусе 30 футов, кроме нежити. Если они не выкидывают спас бросок со штрафа минус один. А они у него восстановятся, когда он поспит? Мне-то это нравится. Они разбегутся, мы их по одному. А есть тогда, знаете, какая идея? Вот так. Нет, нет. Вы стойте, Игнус. И чё? И чё? Не сработка? Большой магический огненный шар, который затем можно бросить в цель. Чё-то как-то... Великий разрушитель останавливается этим магическим барьером. Дисует только на заклинателя. Огненный дождь. Одна цель. Языки пламени. Снаряд магического огня. Безошибочно поражающая цель на 2-5 очков. Без возможности спас-броска. То есть, я так понял, они никак вообще не отреагировали. Пока не поговорим, ничего не произойдёт. Ну капец, их шестеро. Игнус хочет уничтожить. Игнус хочет уничтожить. Уборение. Уборение. Капец. Уборение. Капец. Солнечная. Капец. Какая-то гигает. Капец. Для этого мы очень не знаете, что их ракет не кричат. Но они не подп Send us. Она не подпечат چoomu. Так, все неплохо. Все, запинали. И живы, да? Ну, собирай что-нибудь, найдешь на лечении себе. Тяни по брякушке. Амулет черепа крысы. Кстати, у нас, да, всяких мелких амулетов еще было целая куча. Так, это шли сюда. Молодая женщина, волосы спутаны, одежда растрепана, пытается улыбнуться тебе сквозь сдавленные всклипывания. Спасибо. Я так тебе благодарна. Меня зовут Джасилия. Слушай, сейчас мне надо идти не знакомиться, но я еще раз благодарю тебя. Да, никаких проблем. Мы как раз по вашему вопросу. Дом, видимо. Пойдемте тоже, потому что нам надо поспать. Надеюсь, гармонисты на нас сейчас не будут зло держать. Так, и кстати. Это тоже на какую-то... А, витамина курня. Давайте сходим в администрацию, попробуем ему сказать, что жена замышляет. Потому что глюки у нее там, не глюки. Кажется, эта дверь не просто закрыта, а забаррикадирована. Здесь пройти не удастся. Сири, Кири, карантин. Придется, значит, сдавать ее. Не все, я надеюсь, офицеры... Предатели. Госпожа Роберто строит планы по убийству своего мужа Карла Парфидора. Мне кажется, он из советников. Госпожа Роберто? Он задумчиво морщит лоб. Выясним. Он смотрит в сторону. А, ну, спасибо. То есть просто спасибо, без награды? Да хрен с ним, с наградой. Хотел еще пару вопросов... Хочу увидеть, кто тут заправляет всем. Нет, говорит, он никого не принимает, его голова чем-то другим занята. О-о-о-о. С наградой, конечно, фиг с ним, но я думал, мы хоть тут с начальцем познакомимся местным. На глазах бандитов, я думаю, мы не будем обыскивать ящики, мало ли. Капитан Страж, надо было с ним поговорить. Хочу, чтобы меня арестовали. Здрасте. А, через тюрьму он же говорил попасть. А зачем тебе встретиться с тем, кто здесь всем управляет? Я Дева ищу. Он наклоняет тебе голову. И почему же ты думаешь, что найдешь Дева здесь? Насколько я знаю, Дев давно не появлялся в Керсте. Очень давно. Он закопался под землю ото всех предательств на земле. И зла в воздухе. Он смеется. Тогда ладно, до свидания. Надо было капитану сказать, а я какому-то фонарному чудику сказал. Так, сначала вот сюда. А хотя, может, мы бармену продадим, вдруг ему нужно. О, не понял. Ана, ты можешь прекратить вилять хвостом? Меня это раздражает. Пасть захлопни, тогда перестану. Ну, тогда нет, тогда лучше продолжай вилять. Дан. Так, вы встаньте здесь. У него было же пять здоровья, сейчас двенадцать. Он стал восстанавливаться или до какого-то определенного момента они восстанавливаются, все регенерируют. Пятнистый барс пытается скрыть свое волнение, когда спрашивает, ты что-нибудь узнал о моей дочери? Я очень беспокоюсь за нее. Пожалуйста, скажи Марке, если что-нибудь услышишь. Да, скоро она вернется, я пойду скажу ему, что все в порядке. Я забыл, что не ему надо говорить. Маркес отрывает глаза от стола при твоем приближении. Что насчет дочери барса? Она свободна, скоро сюда вернется. Он хлопает тебя по плечу. Хорошая работа. Тебе нужна первая часть ключа, чтобы попасть под Кёрст. Вот она. Такое место, высшая справедливость, уготовленная для тех непокорных. Пойди и поговори с Китлой. Она где-то здесь, у нее вторая часть ключа. Или я могу научить тебя обращению с оружием. Научи. Ты ведешь себя так, будто знаешь, как обращаться с оружием, поэтому перейдем сразу к делу, что тебе нужно. Скажи мне, готов ли я к продолжению обучения? Я могу научить тебя всему, что ты хочешь узнать, в некоторых пределах. Какой вид оружия тебя интересует? А у нас молот или топор? Ком у нас топор? Он присвистывает. Желаешь причинять боль, да? Хочешь обучиться владению топорами? Хочу. Тогда давай приступим. Как только будешь готов. Вы работаете в паре. Через некоторое время он вытирается лба под. Ты чертовски неплох. Хочешь что-нибудь еще? Я хотел бы еще другое оружие потренировать. Молот. Учи. Ты тут хорош. Что-нибудь еще? Пока все. Угу. Уроки, полученные у этого учителя, сделали меня сильнее. Китла. Нам нужно поспать сначала. Ну мы сначала поспим, потом пойдем. Че, опять вернулся? В конце концов, у тебя выйдет толк. Ты поможешь мне, я помогу тебе, и мы оба будем довольны. И что таки я должен сделать? Тут есть двое мужчин, их имена Крампланч и Кёстер. Крампланч работает кузнецом. Кёстер, Винокур. Они оба должны мне много денег. Один из них при этом еще и должен другому. Но они оба не платят мне. У них спор о наследстве. Забери у них бумаги касательно этого наследства. Тогда я смогу сторговаться с ними очень выгодно. Если не выйдет, помоги им разрешить проблемы друг с другом. Ну или убей их. И я отдам тебе вторую часть ключа. Угу. Но я не буду этого делать. А у нас выбор что ли есть? Разберемся. Но сначала... Нужно принять полную, выпить чашку кофе. А то у нас череп прям совсем не хорош. Хочу поспать. Торговец тридцать. Торговец тридцать. Ну почему же команда разделена-то? Я... Бегите сюда все. Набьемся друг дружке. На коленке. Игнус. Тебе особое приглашение? Все, все отдохнули Роберто, конечно, уже тут вряд ли стоит Идти ночь Пошли к кузнецу, винокурня на другой стороне, надо переход делать, а мы тут рядом Узнаем, что у них вообще за ситуация Кузнец смотрит на тебя раздраженный Что тебе надо сейчас? Я слышал, у вас какие-то трения с братом, я хотел бы вам помочь О, ну конечно, ты уже в курсе Разве в моих делах с моим начитанным братцем не судачат весь город? Разве мой недоделанный младший брат не распускать слухи, которые меня порочат? Разве я не ославлен и не опозорен только потому, что у меня нет образования? Планы ополчились против меня Он грозит небесам кулаком Я действительно хочу разобраться в ситуации Он накидывает тебя пронизительным взглядом Тогда слушай, как оно было Наш папаша был сбрендивший старый ублюдок, но богатый Он оставил нам в наследство кузницу и винокурню Но теперь мой брат хочет отнять у меня и винокурню, которая всегда приносила больше дохода А я хочу вернуть ее У меня есть бумага и наследство, но я в этом ничего не понимаю А в городе никого попросить помочь не могу, потому что никому не верю Поможешь мне? Я тебе за это заплачу и буду жить так, как ты решишь Ага Хорошо, мне нужно взглянуть на завещание Группа получила предмет Ну ладно, пожалуй, тебе надо изучить это как следует вдоль и поперек Он передает тебе смятый клочок бумаги Спасибо, я дам тебе знать Наследство Крампланча Это завещание написано на измятом клочке старого пергамента, покрытого сажей Очевидно, что его тщательно изучал некто с немытыми руками Бумага описывает часть наследства, отходящую к кузнецу Крампланчу Из нее можно заключить, что его отец был человек невежественный и с отвратительным почерком Та малость, что тебе удается разобрать, похоже, относится к разделению кузницы и винокурни между двумя братьями Но не содержит деталей и описание механизма раздела Значит нам нужна вторая половина А мы с ним поторговать можем, у нас мусора полные карманы Дело движется, я хочу взглянуть на твой товар Точнее, показать свой Качественный был этот опор Ну, такой себе качественный, а ему Как сырье пойдет Серный молот пока оставим Пьющий жизнь кастет И костяной кинжал Хороший, быстрый Но пока оставим Все, и больше ему ничего от нас не надо Даже серьги не берет А мы ж подняли И браслеты вон у нас есть Начал бы безделушки какие делать, что ли Костыль фарада был неопознан Урон 2.7 дробящий Зачарован Фактор скорости 4 Вест 4 Это булава Недоступная магам Расшатанный деревянный посох Сверху прибита Поперечина Она обернута в лохмоте Чтоб костыль не впивался слишком сильно в подмышку Да, это было все Что-то в этом костыле привлекает твое внимание Несмотря на хрупкий вид Поддерживает он довольно хорошо Ты даже попробовал на него опереться И он удержал тебя без всякого скрипа Учитывая склонность фарада к собиранию хлама Можно предположить, что костыль применялся для чего-то еще Он может использоваться даже как оружие Готово Так Оп Опознать Больше ничего нам не надо Ясно Нам еще нужна вторая часть Посмотреть, что в ней написано То есть ясно, что он разделил Но пока не ясно, как Вдоль, как говорится, или поперек Вход у нее Или чтоб Один брат владел одним Другой другим Или чтобы они владели обои Обеими заведениями И делили пополам прибыль от них Ты видишь худого человека Сильно загорелой кожей И зелеными пронизывающими глазами Добро пожаловать на винокурню, братьев Малако Вопит он, словно рад тебе, как никому другому Что могу для тебя сделать сегодня? Ты кто? Я Кестер Малако Хозяин и владелец половины винокурни Могу я что-нибудь тебе предложить? Половины А что у тебя есть? Ага, у него чары Серегу не буду пока продавать Мои... По-моему... Не опознавали А кузнец не мог опознать, потому что это другого Типа предмет Класс защиты плюс два Класс защиты против колющего урона Еще плюс два Для приведения амулета в действие Владелец должен уколоть жалом большой палец Позволив Сереге установить магическую связь С новым владельцем Пробужденная Серега защищает от атак Придавая коже владельца хитиновую прочность насекомого Супер Очень хорошее Так, Заят, а мы тебе сейчас... Жрель от черных шипов тоже волшебное Но он его не может опознать Мы тебе сейчас и медную серегу Она не голубенькая была? Амулет крысиного хвоста Заблужит для чего они? Скрыться в тенях Карманной кражи Ну, ладно Поиск ловушек и знания легенд Плюс 5, интеллект плюс 1 Неплохо Пусть пока болтается Два шепчущих пузырька Однако Бронзовый браслет продать Бронзовое кольцо продать Но амулеты пусть пока остаются Денег у нас 484 Но этого мало 18 пунктов здоровья 35 180 пунктов Не понял Ага, еще плюс сопротивление Пока так И теперь давайте, как говорится, к делу А Дэви слышал в этом городе что-нибудь? Что? Керсте? Он добродушно смеется Друг Если бы ты подольше жил здесь То знал бы, что здесь нет никакого Дэва Поищи в Фортитюде Или в каком-нибудь другом городе На другой стороне Великого Кольца А теперь желаешь ли что-нибудь приобрести? Нет Я желаю Поговорить О том, что меня прислал твой брат Он сказал, что хочет уладить проблему С разделом наследства вашего отца Вот как? Что ж Я значительно увеличу твою награду Если решение будет в мою пользу Скажу тебе вот что Возьми его копию завещания Изучи ее И уговори брата назначить тебя судьей в этом деле Ты будешь хорошо вознагражден Как тебе такое предложение? Мне понадобится и твоя копия завещания Чтобы тщательно ее изучить Он подозрительно тебя смотрит Потом успокаивается Если она поможет тебе все уладить Тогда ладно Вот она Он протягивает пергамент тебе Прекрасно Прощай А где? Это завещание написано на аккуратно сложенном куске прекрасно сохранившегося старого пергамента Бумага описывает часть наследства отходящего винокуру Керстеру Из нее можно заключить, что его отец был человек невежественный С отвратительным почерком Та малость, что тебе удается разобрать Похоже, предлагает братьям посвятить себе увеличению семейного благосостояния Основав свое дело И здесь чернила расплываются Оставшаяся часть документа не содержит деталей Описания механизма раздела Че мы ходим как дурак-то в бронзовом браслете Так Хочу кое-что купить Точнее продать И че делать? Оба документа у меня В обоих написано Что он делит Имущество Завещает им, вернее, не делит И чтобы они Посвятили себе увеличению Богатством Я согласился помочь кузнецу В его споре Твой брат согласен, чтобы я выступил посредником А ты не против? Ну, я... Черт, ладно Посмотри на наше завещание и скажи, что ты решил Я вернусь, прощай По-хорошему Нам бы смотаться сейчас Если мы можем А мы, наверное, не можем Обратно в Хайв К отцу Дейдеры Который адвокат Показать ему эти два кусочка Он бы уж точно Нашел какие-нибудь зацепки там Или решить все своей волей Не знаю Вот Никто из вас не заслуживает денег Я отдам ваше завещание тому, кто больше этого заслуживает До встречи А, у нас же точно У нас же еще есть такой вариант Мы-то здесь не просто так Вы должны разделить деньги поровну Давайте поступим честно Они разделят деньги поровну А с дамочкой Пускай разбирается уже каждый По-своему Вы должны разделить деньги поровну В принципе, это так и задумывалось И пусть они уже делят, как хочет Этому нравится куковать Пускай кует Винокур пускай Дальше свою Брашку Ставит Деньги должны разделить поровну Абсолютно ясно, что у вас отец жил именно этого Он лепечет Но как оно же Просто Он вздыхает с угрюмым выражением лица Ладно Я полагаюсь на твое слово Но больше не жди с моей стороны хорошего отношения Проваливай из моего магазина Он швыряет в себе мешочек с монетами Я обещал это тебе Забирай, проваливай 500 медиков получено 150 тысяч опыта Спасибо, прощай Пойдем этому скажем еще, что все Закончилось Будем передвигаться Бегом На случай, если стража все-таки Окрысится Ну, не такое уж сложное дело Оказалось Могли бы и сами до этого додуматься Хотя Близкие люди Чаще всего по-глупому ругаются Это ты? Честный судья Ну посмотрим, что я могу тебе дать Так же честно в ответ Давай посмотрим, что у тебя есть Не понял Так мы же уже все закончили Так все получается Я решил разделить наследство Порван между двумя братьями Почему мы этому-то не... Все, задание снято А это ты как вперед нас узнал Ну, хоть драться не пришлось Мне нравятся миссии, где Мне надо драться Она вздыхает Спасибо, что решил эту проблему Но... Знаешь, мне сейчас есть о чем подумать Позволь мне просто дать тебе ключи Из тебя и этого много Хорошо? Хорошо Говори Она сосредотачивается на мгновение Ее голос становится глубже, когда она произносит Здесь их тюрьма Погруженная в кромешную тьму Затем прерывается и говорит обычным тоном Третья часть ключа у набата Он где-то здесь Она роскошно зевает Я утомлена Прими это и оставь меня на время Я должна продумать следующий шаг Прощай Мне нужно научиться магией Мне нужно научиться магией Где-то вот этот набат, по-моему Ага Стукнем в него следующий раз Из этой серии мы поняли, что мы Практически никакой воин Прям очень слабенький И... У Игнеса восстановилось заклинание Это хорошо Когда мы поспали Девушка спасли 500 рублей заработали Вопрос уладили И уже два ключа Две части из пяти В следующий раз Бахнем в набат Посмотрим, чем закончится И будем Собирать ключ дальше Видимо у нас Другого варианта нет Почему-то сейчас опять подумал Что рановато мы Расстались с Рейвел Которая Главный вопрос, наверное Этой игры Задавала О природе человека Все, что мы сейчас делаем Это ведь отражение нашей природы И это... Это важно Как мы поступим Потому что вариантов-то было Довольно много Даже, наверное, в работорговца Можно было бы записаться А стать офицером гармонима Но может быть и нет Так или иначе На сегодня все Спасибо вам за внимание Всего вам доброго Удачи и пока А где я тебе нужна Я буду прямо здесь Заметьте Мне я это предложил Кстати, пока не забыл У них ни у кого не горят плюсики Но у меня такое ощущение Да У нее плюсик Плюс 6 здоровья Это прекрасно Ага Получился кулачный бой А воровских умений ей не дали Ладно 12 пунктов здоровья Черепок у нас уже за сотку перевалил Мощный стал Как и ядрышко Чугунивое Дакон тоже на 9 поздоровел И улучшился Клинок у него Это хорошо Игнус, ты-то Когда Ой, не скоро У него телосложение 20 А здоровья Всего 63 Доходя Какой-то Специфический Ну Магия у него хорошая Огненная Будем Пользоваться Все Сейчас точно Ничего не забыли